Здравствуйте! Как вы думаете, когда все это закончится? За прошлый год одно, в этом году следующее. Что нам ждать в следующем году? И как обычный человек, как я, может что-то, ну как вообще выживать, как работать, как платить за квартиру, и вообще что нас ожидать? Я хочу быть подготовленной, как я могу подготовиться? Давайте посмотрим. Здесь мы находимся, в Латвийском центре дианетики, которая изучает труды американского исследователя Лафаэта Ромнахамова. И вот это книга дианетика, о которой мы будем сегодня говорить. Но самое интересное, что этот американский исследователь задавался этим вопросом. Постоянно. Один год одно, второй год другое. То есть он жил во времена, когда был Гитлер, времена, когда был голод, времена, когда было, так сказать, строительство, да, и в Америке не хватало людям работы, и в некоторых странах были карточки после войны. Это тоже было нелегким кремлем. Потом было какое-то затишье, и сейчас опять начинается такая же ситуация. То одно, то другое. И если мы почитаем его работы, то мы можем найти ответ, как мне все-таки в этой сумасшедшей обстановке, когда все так меняется, все-таки как-то жить, как-то давать жизнь детям, помогать своим детям, помогать, заниматься тем, что я люблю. Моя жизнь проходит, и я хочу сейчас жить. Я не хочу заниматься какими-то политическими или еще какими-то проблемами. Я хочу просто жить, как когда-то. Что же говорит американский исследователь по этой ситуации? В книге «Дионетика» он говорит, слушай, если ты хочешь как-то более-менее благополучно прожить свою жизнь и дать помощь своим детям, своим друзьям, быть очень ценным членом этого общества, для себя и для других, ты должен иметь некоторые качества. Но если ты находишься вот в смятении, если ты неуравновешен, если ты никому не веришь, то это не те качества, которые тебе помогут. Вы посмотрите вот на ситуацию, вот допустим идет дождь, вы забегаете в магазин, и к вам подбегает радостный продавец. Что же вам еще продать? Вот так это воспринимается. На самом деле, он вот это желание вам продать, прячется словами, как я могу вам помочь. Посмотрите, какая ситуация, да? Человек вам хочет помочь. И якобы, на самом деле, он хочет забрать мои деньги. И поэтому мы пугаемся этого продавца, и говорим нам, ничего не надо, и спешно убегаем. Из магазина. Ну, из магазина мы убежать можем. Конечно, там дождь. Но это, во всяком случае, не будет вот этого вот давления, что я должен за что-то платить, а у меня денег нет. Получается, вот наша жизнь, а сейчас именно примерно так и выглядит, что кругом вот дождь, там у тебя будут что-то пытаться продать, если человеку обычному, ну просто не употребляйся. Поэтому, в первую очередь, что можно сказать, что в первую очередь, надо немножко успокоиться, и просто сесть, и подумать, куда, если я ничего не буду менять, что будет? Ну, давайте представим. Вот я сижу, я ищу работу, допустим, как обычно, да, а здесь вот приезжают какие-то люди, занимают мои места, и у меня как бы работа нет. Потом там какой-то кризис, все дорожает, а у меня все работы нет. И я вот сижу и говорю, все плохие, все плохие, верить никому нельзя, это ужасная ситуация. Чем это закончится? Ну, ничем хорошим это не закончится. Тогда что получается? Получается, что все-таки надо что-то делать. И делать надо уже совсем не то, что ты делал там десятки лет, надо делать что-то совсем другое. А я не готов, поэтому, в первую очередь, давайте настроимся на то, что нам надо что-то делать, и вы должны быть готовы что-то делать. И в первую очередь, давайте рассмотрим вас как единицу общества. Что вы можете, как единица общества, на чем вы можете заработать деньги, каким вы способны. Чем вы выделяетесь из других людей, что именно вас возьмут на работу. Поэтому приходите в наш Матвейский Центр Дианетики и проверьте, какие у вас способности, и чем вы больше на этом конкурентном рынке можете, ну, как-то быть более конкурентно способны. А потом, после этого теста, я вам рекомендую посмотреть, когда вы увидели свои сильные и слабые стороны, разобраться. А почему это у меня такая слабая сторона, а вот у того человека это сильная сторона. Чем он лучше меня? У него больше обучения, или он просто более общительный, или у него какие-то связи. Вы знаете, какая-то разница будет. И разница будет не обязательно в его личном обоянии, или в большем обучении, а разница будет в уверенности себе. И уверенность в себе мы можем получить только в том случае, если мы разберемся, когда мы эту уверенность во время своей жизни теряем. И здесь вам поможет человек, который работает с книгой Дианаттика, когда вы сядете и будете прорабатывать вот те ситуации, где вы теряли уверенность. Теряли ли в одной ситуации, в второй, третий, четвертый. И сейчас от вас, раньше такого уверенного, такого крутого человека, который знал, что он вообще родился здесь на свете, завоевывать этот мир, остается человек, который просто обороняется. Поэтому я приглашаю вас в наш центр прийти, пройти эти шаги и поработать со специалистом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok